Я не хочу с вами разговаривать. Я не даю информацию. Вы депутат по какому округу? Какая разница? Обращайтесь по делу. Но не снимаю. Хочу узнать вашу работу. Вы мне не даете интервью. Вы в лицо публичное. Вы обязаны это делать. Приходите нормально. Все. Выйдите все и по очереди приходите. Вы нарушаете мои права. Давайте еще раз скажите, что вы нарушаете закон. Вы нарушаете закон. Жду вас в суде. Вы находитесь на рабочем месте? Еще раз говорю. Не надо доставать людей. Да вы обнаглели просто. Да потому что вы дискриминируете наш народ весь. Вы приходите, уже депутаты на вас жалуют. Я всем отвечала и отвечаю, почему я проголосовала за Дмитрия Викторовича Тропейзникова. Потому что, во-первых, он не является членом партии Единая Россия. Это первое. Второе. Вы знаете, были у нас Ради Николаевич, был Акун Валерьевич, был Денис Николаевич, был Сергей Васильевич Раров, был у нас Тадонов, были все. То есть люди, которые непосредственно, будем говорить, переходили из клана в клан. А я посчитала так. Человек абсолютно новый. И надеялась, и надеюсь, что он наведет порядок в городе. Я проголосовала. Почему? Потому что это абсолютно чужой человек. У него нет здесь укоренения. И поэтому я отдала свой голос. Если, значит, Бату Сергеевич выбрал этого человека, а этот человек, надеемся, что прошел все инстанции проверки, чтобы дойти до этого, будем говорить, извините, я немножко не глади такими большими словами, я простой человек. До этой должности. Да, до этой должности. Значит, там уже все посмотрели, все проверили. А вы знаете, что вот 5 тысяч человек, у меня это сомнение. Почему? Потому что я знаю, что с Кибрульского района приезжали сюда маршрутки. И приезжали даже мои сюда друзья, которых привозили. Вот 200 человек. Подождите, я отвечу на ваш вопрос. Почему район, какой район имеет отношение к Трапезникову, когда должны собираться люди города, а не районы, а сюда приезжали на маршрутках с районов? Если у человека течет крыша, если управляющая компания не может принять никакие меры, а человек платит статью «Ремонт и содержание», я на помощь иду всегда. Дело в том, что бардака нету. Вы ошибаетесь, уважаемые. Бардака нету. Просто в тот момент, когда была первая сессия, когда утверждали Дмитрия Викторовича Трапезникова, Речь об этом не велась ни политсовете, ни Маджиковой Натальи Сергеевны. Такие депутаты нам не нужны. Самоотзыв. Это не твое дело. Это не твое дело. Нужны или не нужны народ, Рыщик. Убили своего камеру. Эти люди пишут на камеру, потом выкладывают всем гадость. Смотрите, как Арзаева они прописали и что в комментариях пишут. Написали закону? Вы не имеете меня права, во-первых, снимать. Вы являетесь госслужащим. Я не госслужащий. Я депутат. Тем более. Я депутат. Вы не имеете права, мы снимаем. Я не имею права обычного человека, а вас я имею права. Это не файл в ров. Только хватало. Нет, запись на телефон не есть. Вот смотрите, что он делает. Смотрите, что он делает. Смотрите, что он делает. Эти люди пришли без трекошелей. начинают писать потом это дело выкладывают без ведома видите вот сейчас идет прямая трансляция и говорит о том что они занимаются богоугодным делом убирайте камеру сами себя топите зачем мне топить я вот он стою чем я топить я такие как вас видел уже уже на отвечает это не рабочее место только что мы к вам придем на прием снимем пожалуйста приходить я приду тоже со своей камерой и вам позадам вопрос на который вам придется отвечать хорошо я все-таки начну с общих разных как вы говорите избран я был уже при президенте нашей страны и я искренне поддерживаю курс президента нашей страны водич путина владимир путин доверился бату сергеевичу бату сергеевич и соответственно победил на прямых выборах на пост главы республики калмыкии с результатом более 80 процентов я лично тоже сам голосовал все мои близкие голосовали забыть сергеевича и с таким результатом я считаю то чтобы это сергеевич имеет полное моральное право рекомендовать на ключевые должности в нашей республике тех людей с которым будет комфортно работать тоже тогда вот как человека я в принципе не знаю поэтому судить о незнакомом человеке я считаю это неуместно как главе администрации да пока я тоже слежу за всеми новостями за вашими в том числе пока что я увидел это открытие круглосуточного колл-центра это анонсирование открытия приюта для бездомных животных что конечно меня как и любого здравомышлящего элистинца радует конечно же любому человеку который будет находиться на должности главы администрации города листы да я буду стараться помочь делах направленных на улучшение жизни элистинцев это как депутат народного хорала как как житель страны почему потому что здесь живут мои дети тут я вырос тут хочу жить дальше я люблю город не надо не надо устраивать охота на ведьм депутат манджиев на этой сессии два раза выступал и два раза ему юрий витальевич должным образом ответил этому там нет такого что депутата манджиева там кто-то там не дает слова или еще что-то я всегда представлял интересы народа я в любом случае с народом мне в этом городе и в этой республике жить все эти до должности максима батарея вы не знали еще до депутатства я думаю остался таким же простым парнем как который который был ранее я лично это мое мнение назначение на пост сенатора вот исполнительной власти республики по муки повторюсь что бату сергеевич поддержал наш президент бату сергеевич победил на легитимных выборах в нашей республике и имеет право выбирать людей с кем ему работать на благо нашей комнате алексей лично да я доверяю этому решению потому что считаю то что это поможет объединить различные политические силы поможет выстроить какой-то диалог может быть со всеми жителями калмыкия алексей маратов надеюсь что поможет в лоббировании интересов калмыкия в москве может быть привлечет какие-то инвестиции ну хочу надеяться только на хорошем не хочу комитировать это правда единственное что я знаю что нам надо всем поддержать бату сергеевич это 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 знает точно в этом уверенности стопротом я считаю лично по поводу юридизма я считаю толковым человеком который действительно болеет за нашу республику и надеюсь что он поможет нам когда вы просили о встрече там по звонку да вы сказали о том что вы представитель оппозиции правильно оппозиция по отношению к чему владимир владимирович путин назначил бату сергеевича временно исполняющим обязанности и мы вот такие молодые врачи обратились бату сергеевич поскольку мы давно знаем друг друга с просьбой изменить что-то в здравоохранении тогда касалось дело только здравоохранение не социальной сферы бату сергеевич сказал что хотите что-то менять берите меняйте и предложил идти как раз таки в составе своей команды на выборы в листинское городское собрание меня пригласили только почему-то на несанкционированные мероприятия да к сожалению да это во первых этот мое это что я так понял что было решение верховного суда но когда вы до этого не знали же поскольку данную кандидатуру предложил сам глава республики это было сделано не кулуарно было сделано официально на заседании законодательного органа муниципалитета присутствии прессы это означало я как здравомыслящий образованный человек я понимала что предварительно данная кандидатура была проверена на всех уровнях правоохранительных и надзорных органов только из-за того что я представил хасиков конечно это было сделано главой республики более того я хочу сказать о том что когда а у нас проходит конкурсная комиссия достаточно просто принести справку об отсутствии судимости совершенно не говорит о том что в настоящий момент в отношении данного гражданина проходится следственные мероприятия до следственные проверки поэтому для меня это было конечно приоритетом то есть он юридически чистый трапезник ну естественно если бы он не был бы юридически чистого я думаю чтобы от и сергеевич вряд ли боевого силу то есть вы сейчас говорите что это все на будущее веще всего по закону да мы должны дать сети менеджеру пять лет на то чтобы он осуществил какие-то свои планы да наши надежды в том числе и мои и наших избирателей он должен их реализовать но если глава республики говорит несмотря на то что ему нужно дать пять лет по закону он говорит дайте ему год это означает что он абсолютно уверен но здесь у меня однозначное мнение я считаю что орлов алексей маратович недостойны того чтобы представлять нашу республику в совете федерации и если жители моего округа да будут против неважно кандидатуру трапезникова иванова манджиева санджиева то я проголосую за ту кандидатуру которая скажет они но за эти три месяца ни один человек не в соцсетях не по телефону не на личных встречах не на личном приеме ни один человек не сказал что он против дмитрий ликтовича более того у меня встречи жителей проходит ежедневно и я специально учитывая то что у нас все-таки проходят митинги да я специально спрашиваю на каждой встрече как вы относитесь дмитрий ликтович трапезников ни один человек не говорит что он против но я вам хочу сказать что у нас здравоохранение на прекрасном уровне во всех регионах кроме калмыкия а какие у нас есть кланы в республике я думаю что все прекрасно знают эти кланы план торгудов бирюдов бузалов пашудов я как ярая представитель заклад труда смогу сказать почему трапезников да я когда услышала об этом то есть на самом голосовании мы даже до последнего не знали кто кого представит бату сергеевич но когда я увидела что предложение у трапезникова я восприняла это положительно тем более если законом никак не нарушается его присутствие в администрации города и листа почему бы митинги это конечно может даже и полезная вещь да поучаствовать но я свои собрания знаете уже сейчас провожу очень быстро очень приезжают люди те которые могут ведь те которые хотят это увидеть услышать подождите я договариваю то есть провожу их ввиду того что у меня пятеро детей и те которые еще едут на каникулы то есть 26 я сдала своего ребенка с учебы поэтому тут возможности уже отвлекаться от семьи то есть вы не забывайте что я жена и мама как говорят мне мои родственники ты общественник теперь уже и политик но ты не забывай что есть муж который хочет любить который хочет тепла есть дети нет на митинге во первых для того чтобы пойти на митинге нужно знать чего хотят люди я до сих пор не пойму чего хотят люди само слово протест я сама просто по себе знаю что можно в рамках закона спокойно для людей делать очень много вот как я например 7 лет правда 7 лет моей семейной жизни ну конечно отвлекает но я рада результатам поэтому не обязательно сразу выходите протестовать если бы народ хотел бы услышать и в частности а мой электорат они бы написали мне это в группе мы сейчас его прочитаем когда я бегу в полях у нету субботник мы избранники народа и надо смотреть наверно больше работу эффективность депутатов то есть вот какие вопросы были подняты и реализации сроки обращения то есть сроки реагирования вот так можно оценивать депутатов я на семью трачу ежедневно с шести часов до утра остальное время я все уже в движениях в городе в администрации или выходной день это законные выходные которые полагаются моим детям народ меня выбрал для того чтобы продвигать вот как раз эти вопросы по нацпроектам по вопросам демография жилье для льготной категории граждан понимаете и это то чем я занимаюсь здесь видите я не знаю это специфика уже избирательную комиссию потому что я хотя четвертых четвертый выбор это мои и тут до конца вот не понимаю эту систему нет вы сказали что надо спросить у народом готов ли народ выбирать мэмэ мэр макс вам задает вопрос и говорит ну главу же республики выбрали что не сможем выбрать главу города почему вы решили что народ не может выбрать главу города не готов все-таки на конкурсной основе ты должен коротенько да там конечно каждая каждая группа она будет заинтересована в своем человеке и в движение того чтобы человек не был там кем-то чем-то соответственно конечно вот вот эти выборы они не дают того что вот прям именно и я благодарна благодарна и алексею маратовичу и тому правительству которое все таки продвинула этот вопрос но правда последние два года притормозилось все и как бы застыло сейчас батой сергей пришел молодой перспективный он мне нравился еще по своим боям но сейчас думаю что точно так же как я вот в новой как говорится статусе ему тоже сложно и у него еще есть время и с виду того что он молодой он быстро будет обучаем а то что сейчас алексей маратович находится в сенателе сенате да ну что я хочу сказать ему знакомы наши эти проблемы вот как раз по социалке по многодетным семьям и то что к утепу приезжала здесь наша организация подала 42 вопроса по многодетным семьям и инвалидам то есть эти вопросы он уже знает потому что эти вопросы мы подавали в марте самому алексею маратовичу положительно вы относитесь к этому значим он в курсе вы понимаете из этих 42 вы положительно просто относитесь да или нет еще раз ребята номер телефона кто знает можете позвонить и личность сеть конечно любой да лично почему наталья бодняевна за орлова дорогие друзья год благодарности его святейшеству далай лама 14 приуроченной к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта центрального курула калмыкии золотая обитель будды шакимуни сокровищница духовного наследия калмыцкого народа издан альбом далай лама калмыкии от трех его визитов в нашу республику продажа данного издания производится в калмыкии центральном куруле средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры алтнгерл калмыцкий и русский переводы